Радио Болтком Добрый день, доброе утро. Начинается программа Академия Здоровья. Я думаю, что самая актуальная, конечно, программа в эти дни, когда внезапно очень достаточно сильно похолодало. Мы все находимся в каких-то холодных квартирах, простужаемся, сопливим. Огромнейшее количество людей вокруг ходит, совершенно сморкается поминутно, кашляет. И, наверное, в эти особо осенние переходные периоды, конечно, следить за своим здоровьем, помогать самому себе, укреплять иммунитет, святое дело. И нам в этом поможет советами, рекомендациями и какими-то интересными фактами, историями эксперт по качеству питьевой воды, Сия Акватор Евгений Данко. Здравствуйте, доброе утро, Евгений, или добрый день уже. Здравствуйте, здравствуйте, Олег. Ну вот про отопление я услышал, как коренной рижанина могу сказать. Вот эта проблема, когда соседи писали заявление, чтобы отопление не включали включительно до ноября, потому что курзом и самуапсом никогда из безбожные тарифы выставляют. Это я помню, сталинский дом, бульвар Грина, сами понимаете, толстые стены. И если отопление включают в ноябре, батенька, никакая вам ионизированная щелочная вода не поможет, потому что если вспомним песню, то важнее всего погода в доме. А что такое погода, дорогие мои? Это не только включить увлажнитель, да, это тепло. То есть ноги нужно держать в тепле, это вообще известно. Конечно, можно пойти на рынок, купить, там, не знаю, из собачьей шерсти, если еще остались эти бабушки, которые в самом деле делают, да. Если те же рынки, как мы видим, уже и нету вроде как, и не осталось ничего. Забота о своем здоровье, ну, это в том числе, наверное, и правильный выбор гололифера в свою квартиру. Потому что, чтобы вы не пили, чтобы вы не ели, но если дома мерзко, холодно, сыро, да, то, сами понимаете, провокация будет однозначна. То есть это тот сезон, когда как раз нужно о себе как следует позаботиться. От выбора теплых шерстяных носков из реальной шерсти, сколько бы они не стоили, поймите правильно, какая разница, сколько стоят красивые носки, если вам нужен функционал, да, то есть если вам нужно тепло. Синтетика, как известно, ну, не греет, к сожалению великому. Не могу поддержать здесь маркетологов, которые рассказывают, что куртка из переработанных питьевых бутылок будет вас прекрасно спасать в долгие морозы. Нет, газ нас может спасти, уголь, там, не знаю, нефть, дрова, то есть, ну, квартиры топить надо. На куртке из пластмассы надежды мало. Ну, а если мы говорим о своем здоровье, Олег, ну, естественно, естественно, у нас всегда в Прибалтике, ну, вот, не знаю, после Е копился немножко климат другой, там, как вот 150 км от Риги отъезжаешь, сразу чувствуется как-то континентально, более теплое лето, более, там, прохладное, сухая, кстати, зима. А если говорить про нас, Рижан, то речка и залив дают, скажем так, все возможности для того, чтобы насморк не проходил никогда. Но, но, в наших силах это изменить. Вот давайте поговорим, в принципе, какие способы хороши. Вы скажите, вот, Олег, мед, лимон, имбирь, это знакомые для вас? Конечно, да, обязательно. Чай с имбирем, ну, завариваем горячей водичкой, там, с медом, пьем. Ну, то есть, вы стремитесь всегда использовать какие-то натуральные, природные компоненты, правильно? Конечно. Ну, то есть, когда вот, если уже совсем не сработало, ну, тогда, в принципе, можно взять таблеточку, ничего зазорного здесь в этом я не вижу, да, главное просто не опоздать. Так вот, когда мы говорим о жидкостях, о чае, который в данном случае не является напитком к бутербродам, да, а должен нести какой-то, я бы сказал, ну, нельзя сказать, лечебный, чай не лечит, все-таки не лекарство, да, но помощь, восстановление, то есть, те травы, которые продают в аптеках на минуточку, они же содержат фитоциды. Наша самая главная задача, либо посмотреть внимательно, как советуют нам китайцы, не греть воду свыше 86 градусов, да, а самое лучшее, если у нас есть возможность сделать холодную вытяжку, нагреть ее на водяной бане. Почему? Температура, температурный режим. Вот как тепло в квартире, когда 24-25 градусов, понимаете, да, для рижан, это сейчас для многих несбыточная цифра, тепло, хорошо, но не жарко. Так и здесь, когда мы излишней горячей водой свыше 40 градусов, к примеру, заливаем, да, наши травяные сборы, то большая часть, до 60% тех самых полезных веществ уходит. Какой выход, спросите вы? А очень просто. Вы знаете, я предлагаю вам всем попробовать. Не записывайте никакие рецепты, просто зайдите на ЦСУ-15, у нас там открылось в Риге торговое представительство завода, завод Бурбулюкас, город Поневежис, Литва. Она последние 30 лет работает и производит ионизаторы воды, которые позволяют сделать разную воду. Сейчас мы говорим про ту воду, на которой лучше всего сделать тот самый настой, раствор, коль мы уж озаботились, либо сами собрали, либо приобрели те же самые лекарственные травы. PH 9,5. Попросите, наш продавец Оля, она сегодня работает, вам приготовят абсолютно бесплатно. С собой просто не забудьте взять тару. Воду можем налить из крана, мы так и делаем, без проблем. Любой лишке кран годится для ионизации. После нее, конечно, не французская вода, в полном смысле это слово, а мягкая, вкусная, щелочная получается. Но вот для экстракта, для вытяжки из полезных лекарственных трав, для того, чтобы и горло не болело, и силы были, подходит идеально PH 9,5. Готовится она тоже очень быстро, и те 2-300, которые за 3-5 минут готовят этот прибор, вам сделают очень быстро. Долго ждать не придется, самое главное. Сделайте 3-4 часа настойку, не кипятя воду. То есть прямо вот та же самая вода, то есть ее не нужно подогревать или не нужно? Вообще, от слова совсем, изначально вы ее не кипятите. Берете трехлитровую банку, 3 столовые ложки травяного сбора, ну вы сами определите, что вам подходит, да, медуница там, да, липовый цвет, зверобой, пустырник, очень хорошо полы не использовать, главное только немножко, очень дозированно все это нужно делать. Лучше, когда это все-таки соберут в хорошей аптеке, либо в хорошем травяном магазине, да, то есть правильный сбор, вот там есть же от кашля, там от того, от сего, или просто для поднятия иммунитета. Что мы получаем с помощью этой воды? 3-4 часа в темном месте, в стеклянной банке, ну трехлитровая стеклянная банка, самая идеальная, я считаю, на этот вариант. Мы держим, да, вот эти вот сухие засыпанные травы, залитые этой водой, потом вынимаем, видим все сами перед собой, вот она вытяжка, да, то есть не просто слабая заварочка, такое невозможно получить, даже если зальете кипятком. Процедили и подогрели на водяной бане себе, ребенку, маме, папе, кто нуждается, да, в этом. Получаете результат, ну, если есть среди нас радиослушатели-охотники, это примерно как взятие болезни дуплетом, прям, так сказать, с двух стволов пальнуть, срабатывает настолько, что люди используют это для составления достаточно серьезных, да, серьезных, я бы сказал, медицинских тех же самых настоев. Но лоркабинеты используют нашу серебряную воду, серебряный электрод, он также прекрасно помогает при вирусных тех же самых заболеваниях, да, делая концентрацию то ли питьевой воды можно приготовить, то ли коллоидное серебро, смотря что вас интересует и что именно беспокоит. Но вот когда мы берем и каждый день делаем чай, ну, раз уж прибор есть, на кухне, так сказать, стоит, почему бы не только для питья, а для того же чая, для кофе, для приготовления супа, в конце концов, не приготовить вот эту не просто вкусную воду, с огромными экстрактивными способностями, то есть вытягивает практически из вашей вот этой заварки, которую вы либо сами собирали, либо приобрели, практически все, ну, максимально, насколько это возможно. И когда вы греете на паровой бане, не происходит того, что улетучиваются все полезные фитоциды и вещества. То есть простой технический совет. Если хотите не болеть, если хотите быть практически всегда здоровым, насколько это возможно, соблюдайте техническую эксплуатацию своего тела. Паспорт на него, я думаю, можно приобрести в любого семейного врача. Просто придите и скажите, вот не уйду отсюда, пока не расскажете, как правильно есть и пить. Хотя, наверное, пошлю к диетологу или еще куда-нибудь. На самом деле все достаточно просто. В нашем организме ведь нет запаса воды, мы не верблюды, да, то есть ни одного, ни двух горбов никуда не положишь. То есть пить нужно каждый день. Почему, спросите вы? Ну, мы же дышим, влагу мы выдыхаем. В среднем, как говорят врачи, около полутора литров. Да, в сутки выдыхает человек. Суп, чай, кофе – это, конечно, все замечательно, но это не вода. Потому что тоже кофе, если привести пример, я уже говорил, да, 200 выпили, 220 из цикла ушло. Тот же самый мочевой пузырь. И мы получаем эффект обезвоживания. Если слушает нас молодой человек, лет от 18 до 30, он может сказать, знаете, да мне фиолетово, у меня все в порядке, все функционирует, все хорошо. Так вот, речь идет сейчас как раз о молодых людях. Те, которые привыкли пить эти очень сладкие, сильно газированные напитки, либо пьют воду, не разбираясь в том, вода ли это, полагаясь только на маркетинг. Ведь кто из нас хоть раз хотя бы относил на анализ, хоть что-то проверял? Ну, вот согласитесь со мной, да? Никто практически никогда, с редким исключением. А обезвоживание, ребята, те, кто помоложе, это останавливает стоп, знак стоп для производства половых гормонов. И это одна из самых главных причин и потенции и потери вообще полового лечения как такового. То есть, казалось бы, ну, это зависит от возраста. Нет, это зависит именно от того, попадает ли в достаточном количестве в ваш организм вода. Тот же самый простатит, который у каждого второго при достижении 40 лет, ничто иное, как образ нашей жизни. Вот мы с вами, видите, сейчас в креслах сидим, да? Не стоим, не ходим. И скажу я вам, что так проводит в свое время большинство людей. Кто в машинах, да? Кто везет кого-то, кто едет куда-то постоянно целый день. Кто-то в офисах сидит, кто-то дома на удаленке. Застой крови в органах малого таза. Вот что такое чаще всего простатит. Я стараюсь каждые полчаса обязательно просто встать, пройтись по коридору. У нас тут коридор длинный, достаточно просто совершить прогулку туда-обратно, а затем вернуться уже продолжить работу. Просто вот, ну, встать обязательно раз в полчаса, чтобы не засиживаться. Ну, правильно, поэтому вы и выглядите как здоровый человек. Не стану, так сказать, говорить, что вы достаточное количество воды пьете. Это и так видно, потому что, когда человек пьет достаточное количество питьевой воды, бог с ней и сионизированный. Она просто в 5-6 раз лучше усваивается организмом всего лишь, да? Ну, и там восстановительные функции. Но если вы даже будете пить просто питьевую воду, я сейчас не говорю про бренда, я говорю про технические. Я технолог пищевой промышленности, шеф-повар наш, рижский. И могу вам сказать, что все успешные наши рестораны, ночные клубы, заведения Риги, ну, в доковидную эпоху, да, сейчас у нас ситуация немножко сменилась, векторы. Но те были успешны, где водоподготовкой занимались специальные технологии, да? То есть лед в ночном клубе должен быть из специальной щелочной мягкой воды. Тогда алкоголь не вызывает токсикации, да? Тогда на утро голова не болит, коктейли очень веселые. А виски-то льется, в принципе, с одного шланга из бочек в каждом клубе одинаковое, понимаете? То есть нету разных закупочных баз. Почему у одних вкусно? Рис тот же в суши-сетях наших был, да? А у других как-то не очень, а рис берут один и тот же. Одна и та же фирма-поставщик, одни и те же мешки. Одни тратят деньги на водоподготовку, другие, ну, не считают это нужным делать, да? Но без вкладывания денег вы заработать, у вас, ну, никак не получится. В данном случае вы вкладываете, когда начинаете ту же воду пить, хотя бы питьевую, бог с ними, с овощами и фруктами, пусть об этом вам рассказывают диетологи, вы вкладываетесь физически напрямую в свое здоровье. Какую воду пьете, вот так и живете. Если говорить о восстановлении даже после заболевания или во время состояния человека заболевания, почему доктора всегда говорят, вам нужно всегда минимум полтора литра хотя бы, да? Хотя бы. То есть они не надеются, что вы там два или два с половиной выпьете, но хотя бы полтора. Она не просто вода нормализует кровотворные системы костного мозга, она помогает предотвратить, вот слушайте сейчас, да, лейкемию и лейкуму. Она абсолютно необходима для повышения эффективности работы иммунной системы при изменении климатических условий, открываем окно, смотрим внимательно, а также для борьбы с инфекциями и образованием раковых клеток. Ни много ни мало это просто слова врача, да. Лет 30 назад, ну, когда была немножко другая страна, у нас большая открытие, которое сделали ученые, врачи, оно не просто позволило аналиту и каталиту в живой и мертвой воде, как прозвали ее в народе, появиться в аптеках, подхватил, весь цивилизованный мир используют до сих пор. Ведь литовский завод, да, он возник в 1988 году в Поневежесе, как небольшая часть нашего советского УПК, но работает до сих пор как самостоятельное отдельное предприятие, причем расширяясь каждый год примерно на 30-15%. Сейчас наша продукция поставляется более чем в 40 стран, и Рига – это тот город, где люди точно знают, что такое ионизация воды. Просто есть, знаете, такие моменты, когда информация, вот, ну, человеку вроде говоришь, говоришь, да. Были у нас на радиостанции, где я работал на пике, такие клиенты, которые говорят, вы знаете, я вот включаю радио, слушаю вас, Евгений, и ненавижу. Но все равно слушаю почему-то. Вы каждый день вроде бы об одном, но немножко по-разному говорите. Я говорю, вы знаете, самое главное – достучаться до человека, чтобы он не поехал в магазин и не просто купил себе что-то под названием «то ионизатор воды», потому что скидки и потому что подарки. Нет. Да, завод должен работать, завод должен производить продукцию, ее продавать, но самые лучшие продавцы – это вы, потому что если удастся достучаться до вашего сознания, если вы поймете, что ни вы, ни ваши дети не обязаны болеть, это совсем не обязательно, это лично ваш выбор, мы можем дать инструмент вам в руки. Естественно, максимум через недели 3-4, а то и первые две, вы будете рассказывать, в принципе, и даже помогать эту воду, давать ту же самую питьевую, кислотную всем своим друзьям, знакомым. И это сработает лучше любой рекламы. Почему? Потому что вы получаете результат. При потреблении той же кислотной воды, которую готовит этот акватор Вима, акватор Скиллер или акватор Мини, достаточно 3-4 минут, чтобы у вас спал отек горла при ангине, вы начали дышать, чтобы ребенок не ходил с соплями по колено. Если залить в небулазер ту же самую кислотную воду, она убивает прекрасно вирусы, грибки, бактерии, вирусы. То есть просто подышать, да, вот подышать ее? Просто подышать, да. Даже не полоскать, например, с маленькими детьми как. Вот у меня сыну 2 года, да. Но как-то ему даже пополоскать он еще не умеет. Он даже когда там закашливается, например, немножко, да, он даже сплюнуть не может. Ну, развитие детей, понимаете, какое. Но для того, чтобы не болел, ну, пробралась где-то болячка какая-то, да. Небулазер, простой детский небулазер. Только не лазалван, а тот же самый PH2,4. И в виде вот этих вот мелких дисперсий, да, она попадает вовнутрь и срабатывает, не нанося вреда нашим клеткам, а прекрасная работая с вирусами. А от насморка каким образом? Прополаскивать, закапывать каким лучше? Идеально, конечно, брать хотя бы в пипетку, либо сделать, как детям делают, куку, но это не всякий на это способен. Простая обыкновенная пипетка, либо маленькая резиновая груша для носа, да, набираете. Можете ребенку сделать не 2,4, PH3,0. Там вот эта градация в рекомендациях очень хорошо описана. Доцент Петра Шибирскис по алфавиту. Это с каждым прибором идет рекомендация, наши литовские, ну, на русском языке, естественно, на латышском, то есть на каком вы выберете, на таком, собственно говоря, и читайте, как и прибор работает на всех языках Европы. Там все хорошо описано. В частности, если применять кислотную воду по ее прямому назначению, как биоцит, да, то когда-то при афганской войне, вот той еще советской, это прошло испытание при, когда, знаете, патроны пули смачиваются перед выстрелом трубным ядом, ну, и, собственно говоря, стреляют по солдатам. Что не убьет, то ранит, а от такой раны загнутся гораздо больше шансов. Так вот, аналит, как оказалось, кислотная вода, он прекрасно справляется не только с такими тяжелыми инфекционными ранами, с трофическими язвами, прекрасно справляется с такими проявлениями кожных всяких дерматитов, опрелости и прочего, и с такой серьезной системной, вроде бы, болезнью, как псориаз, да, то есть вот ее внешние, по крайней мере, проявления. Системно изнутри ничто не мешает вам пить питьевую воду, ту самую живую, которую после 88-го года, как она появилась в аптеках, ее почему-то так и назвали в народе – живой водой. Но это всего лишь копия повторения того, что есть в природе. Ничего нового наши ученые не изобрели, они просто изобрели способ, как получить то, что и так уже имеется, просто было доступно для очень избранного количества людей. Поверьте мне, не каждый человек, даже в царской России, мог себе позволить поехать на Карловы Вары, на воды, да, еще куда-нибудь, в Боржоми, в Пицунду и в Пятигорск. А здесь мы говорим о том, что каждый, каждый имеет право на счастливую жизнь. Без исключения. Почему? Потому что я считаю, что вот эта сумма 439 там за Виво, 370 у нас, 360 стоит Сильвер и Мини, по крайней мере, тоже есть, там 200 с копейками евро присутствует, сайт откройте, акватор.лв, там хорошо все написано, или на ЦЕСУ зайдите, посмотрите, пощупайте ЦЕСУ-15 своими глазами. Вывеска у нас сегодня должна наконец уже появиться. но если вдруг заплутаете, запишите телефон 6-222-2244, это общий телефон наших операторов, 6-222-2244, ответы на любые вопросы, которые у вас возникают, не только в ходе наших программ, и телефон магазина прямой 2-578-0048, 2-578-0048. Работаем мы с 10 утра до 6 вечера, открытый каждый рабочий день, ЦЕСУ-15. Там можно зайти и, в принципе, вживую посмотреть и попробовать. Вот самое лучшее, я призываю всех, кто не только хочет сделать хороший настой там на каких-либо лекарственных травах, как мы начали в начале программы, но просто даже подойти за той же кислотной водой. Небулайзер, я думаю, вы прекрасно купите в аптеке, если он у вас нет и нет еще его, стоит недорого, там 10-15 евро, на моей памяти, как бы цены такие не сильно великие. Кислотную воду мы вам дадим бесплатно. Налейте, примените, подышите, дайте подышать себе, своему ребенку, даже в случае ваших родителей это сработает точно так же. Почему? А мы все одинаковые. Причина большинства заболеваний, в частности, возрастных, как говорят, хотя тот же диабет и остеопороз вроде как бы у детей встречается, кто-то рождается, вот как я, с густой жирной кровью. Но эхо войны, то есть самый Второй мировой немецкий концлагерь Солоспил просто отрыгнулся вот так во мне и моих детях. Бабушка до сих пор жива, кстати. Можно даже съездить в Великие Луки и спросить, как там было, классно, какие опыты ставили на детьми, у меня просто эхо войны. Так получилось. И вот эта густая жирная кровь с давлением 210 на 111, это вот зафиксировано было у меня в пятом классе, в 88-й школе, когда учился, вот это то наследство, которое позволило кое-как досуществовать до 24 лет, потом, в принципе, все, поджелудочная железа умерла, некротический панкреатит, страдания, купили могилку, попрощались, все пришли. Доктор попался веселый, говорит, все равно умирает, давайте опыты поставим. И поставил мне на 8 суток гемодиализ в реанимации. И одновременно, говорит, в сознании человек хочет, пусть пьет, дренаж стоит, все равно промоется. Я за эти 8 суток литров 50-60 воды через себя пропустил, ну, благо все это как бы выливалось, да, остался жить. Чудом, из-за веселого доктора, Андрюша Баркун, спасибо тебе, низкий поклон, должники твои, наверное, я один в этом городе по гроб жизни, 9 лет на химии. Довольно больше, чем говорили врачи, обещали год-два жизни после панкреаникроза, но больше не живут. 9 лет на химии, это тоже результат. Это много. Онкологические больные поймут меня тоже, сколько это много. Потом побочка, почечные колики, камни в почках, в желчных протоках. Ты пьешь лекарства, ты ничего не можешь сделать. Но как технолог, до меня все-таки доктор достучался, я понял, я пью лекарства, но не пью воду. Я пью воду из крана, из фильтра с медом, с каким-то вареньем, понимаете меня, да? Пакеты открываю соками, типа, являясь вроде шеф-поваром, ну, человек идиот, как бы до конца, ведь не может всего знать. И вот я посмотрел, что я поступаю как дурак, то есть я не слушаю то, что мне говорят люди, я вслушался то, что говорит доктор, разобрал по кирпичикам, понял, что вода разная, понял, что пить нужно конкретно питьевую, никакую другую, но мне просто повезло. Пришли люди, поставили в кабинет, подарили инизатор воды, хотя я поначалу отнесся очень скептически, ну, со всеми своими наследственными моментами, какая там вода. Ну, вот такая. С 2005 года прошло уже достаточное количество лет. Двое детей, семья, все в порядке. И анализы я сдаю регулярно, и что самое главное, воду пью постоянно. Ну, и я вот еще хочу обратить внимание, наверное, на наших слушателей, на то, что на ССУ-15, как я понимаю, это прямой контакт с заводом Бурбулюкас, и здесь вот напрямую все те же самые приборы, которые они производят, они здесь их, вы работаете как представительство. Да, я работаю непосредственно на завод, то есть я работник завода. Не изобретатель, не гений, не великий маркетолог. Я просто обыкновенный человек, технолог пищевой промышленности. Привет, МЦ-квадрат, привет, НС-Балтия. Простой, реческий парень, Евгений Данко. Многие меня знают с очень хорошей стороны, потому что накормил я не одну тысячу человек, большинство наших ресторанов. Знакомы со мной, я всегда вот однажды в Минфине, на практике еще в советское время, в столовке. Я дал себе клятву, никогда не готовить из того, что у грузчика Петровича в подвале находится в холодильнике. Знаете, такие немножко осклизлые полутуши, свинины и говядины. И я эту клятву сдержал все 20 лет в Риге, что я проработал, я готовил только хорошую еду, здоровую еду, полезную еду. И как любому специалисту, мне, знаете, сапожник без сапог, не было дела до себя. Родилась дочка, два года ребенку тогда было запоры, жена отказывалась ставить эти микролакс-клизмы, приходилось делать мне. Извините, сперто немножко воздух в студии. Ну так вот, когда доктор наконец-то стучалась через ребенка до меня, я попробовал, иская, таскал всю воду практически, ну, стакан в день пьет, не больше. А тут из того прибора, который принесли, поставили мне в кабинет, сказали, пей, ты нас достал со своими камнями, раз в три месяца тебя в реанимацию возим. Ну, почечные колики, вы знаете, ничего не работает, даже морфий не снимает. И когда я случайно принес домой этой воды полтора литра, она выпила на глазах стакан, попросила еще, а напомню до этого, стакан в день, да, а сока из банки сколько хочешь. Но это не помогало. Я месяца три домой носил вот эту ионизированную щелочную воду. Когда я выяснил, что необязательно давать дочке кастровое масло, необязательно ставить вот эти микролаксы, когда человек может с детства жить как нормальный, несмотря даже на наличие этой лишней петли у него в кишечнике, ну, так получилось. Я понял, что об этом людям нужно рассказывать простым человеческим нормальным языком. У нас буквально вот осталось 30 секунд, наверное, нашей беседы. Еще раз, может быть, каким образом ЦЕСУ-15 и номер телефона, по которому можно позвонить, 6-220... Написывайте. Да. 6-5-2-44 6-222-22-44 Сегодня пароль радиоболтком. Коль дозвонитесь, все звонки фиксируются, скидка на наши приборы на всю линейку по 60 евро на каждый. В подарок запас мембран на ближайшую пятилетку и бесплатная доставка сегодня. Звоните. 6-222-22-44 Либо открывайте сайт акватор.лв С вами был Евгений Данко и Олег Пека. Очень приятно было с вами сегодня провести эфир. Спасибо. Не болейте, будьте здоровы и тепла вашему дому. Вы слушаете радиоболтком.